Кто-то мне писал и говорил, что картошка такая супер вкусная, попробуй! Вот она идёт ко мне в рот. Она будет кислая и будет взрываться во рту что-то. Ой, не пробуйте, это ни в коем случае. Жёлтенькая вкусная. Пахнет. Видишь, половинка у меня тут. Видишь? Видишь, половинка у меня тут. Я уже объелась. Но я не любитель, на самом деле, картошки. Я очень люблю колбаску. Мне положили пустую картошку, это обман! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня у нас будет фикс-прайс вкусняшки. Та-дам! Что у меня всё такое зелёненькое? Я жёлтенькая, что-то у меня зелёненькое. Думала, где снимать, где снимать для вас видео. В итоге мне показалось, что классно будет сейчас на балконе. Где мой кофе? Я забыла кофе. Сейчас приду. Я специально взяла кофе. И на самом деле я голодная. Сейчас, пока я делала кофе, я этих вкусняшек заталкивала в себя. Кстати, мяфли, вот мои любимые. Я их доела пачку. И вот ещё купила пачку мяфли. Это вообще мои любименькие вафельки. Я не знала, как они их делают, но они наивкуснейшие. Даже они у меня неделю лежали уже, и я их всё равно доела. Потому что они вкусные. Пробовать их не буду, потому что я их постоянно беру. Такие мяфли. Все мои девочки уже знают про них. На самом деле в фикс прайсе в этот раз было очень-очень много новинок. Всяких. Я подумала, что... Ну, я сначала начала брать, брать, брать. А потом думаю, ну что, надо снять отдельное видео с вкусняшками. Потому что получился целый-целый пакет. Первое, чему я хочу уделить внимание, это вот такие вот печеньки. И мне их посоветовала одна из моих подписчиц. Она написала мне, говорит, Селен, вот типа новое что-то пришло. Я попробовала, и на мой взгляд, это супер-пупер печеньки. Они, как я понимаю, такой солнечный завтрак. Называется мульти-зерновое. Здесь ядра семечек подсолнуха, кунжут и семена льна. То есть они должны быть очень полезные. Но для меня очень важно... Кстати, здесь есть разный вкус. Есть ещё за вкусом топлёного молока. И за вкусом шоколада. По-моему, с маком. Да, мак, какао, глазурь. А за вкусом топлёного молока тоже с кунжутом есть. Короче, я хочу вот эти попробовать. Для меня важно именно... Здесь, короче, просто дырку проделать. Всё. И достаёшь. Само печенье. Семечки-то понятно. Мне кажется, сейчас девочка это смотрит, такая думает. Понравится, не понравится. Интересно. Переживаешь, наверное? Ммм... Но, кстати, неплохие. Вкусное печенье, мягкое. Супер-курошится. Семечки супер-полезно. Оно не сладкое, я сразу скажу. Оно прям нейтральное. Оно не солёное, а не сладкое. Вот это для любителей, знаете, что-то такое. Просто, знаете, прикусочку. Угу. Вот кто у меня очень любит все эти семечки, её такое полезненькое, это моя Крис. Скромняшка Крис. Может, кто знает блогера такого известного? У нас в Ростове. И она любит очень эти семечки, ей понравится. Ну, Крис, если останется, то попробуешь. Так, дальше это то, что я уже брала. Тоже сейчас пробовать не буду. Это родные просторы. И я вам скажу, что раньше я родные просторы брала в некоторых местах, и не везде они такие вкусные. А именно вот эти родные просторы, которые в фикс-прайсе продаются, они вот те из детства. Они такие маленькие, мягкие, классные, вкусные. Короче, я их тоже уже беру распятый. Так, само собой, мой чай. В последнее время я приехала сейчас на новую квартиру, и я ещё даже не пила никакой другой чай. Я пью всё время свой ТЭС. И чем он мне нравится? Тем, что это чёрный чай с добавлением каких-то штучек, да? То есть это чёрный чай с чабрецом и цедрой лимона. Вот я не люблю красные чаи, которые с разными там вкусами, но я люблю чёрный чай с разными вкусами. То есть если будет чёрный чай с добавлением чего-нибудь фруктового, то это классно. И у них есть ещё один, но в фикс-прайсе он не продаётся. В фикс-прайсе только вот этот продаётся. И он очень вкусный. Просто чёрный чай скучно, а вот с добавлением чего-то классного. Так, давайте по печенькам тогда пройдём. Смотрите. Зарава крекер. Зарава крекер. Здесь целые две вот такие огромные пачки. Это тоже что-то новое, потому что я ещё это не брала. Здесь внутри две пачки, поэтому мы можем открыть одну. Вот, вот так запечатанная каждая пачечка. Сейчас я открою одну. Блин, так жалко иногда мне, когда я снимаю видео, открывать прям целой, знаете, пачкой. Мне интересно, а сладкие они или нет. Хотя можно прочитать, но я вижу сахарок просто тут сверху. Вот, видите, сахарок. Что могу сказать, что они очень-очень нежные сыпятся. Такое ощущение, что тесто немного слоёное, такое песочно-слоёное какое-то. Да, немного сахара, но они не супер сладкие. И здесь тоже какие-то семечки льна есть и кунжут. В общем, тоже полезные, я вам скажу, печеньки. Вот на утро, кто сидит на диетах, я думаю, что это очень круто. Запьём. Я прям бежала скорее снять это видео. Такая голодная, думаю, скорее, сейчас я напробую тут всего. Так. Дальше. Буду брать всё подряд, что у меня здесь уже всё. Вот в таких пачках какие-то конфетки. Короче, вот такую штуку взяла. Не знаю, что это, но, по-моему, она будет кислая и будет взрываться во рту что-то. Попробуем взять. Это мармелад жевательный со вкусом лимона и лайма с желейной начинкой в обсыпке трубочки. Так, выглядит оно вот так. Вот такая вот штучка. Вот такая. Чувствуется лимон, чувствуется лайм. У них немного разные вкусы. Ну, быстро я прожевала. Сладенько. Что-то в этом есть. Можете попробовать. Дальше. Так, чтобы прям вау меня не удивило. Дальше. Фруктово-ягодная смесь. Мармелад. Знаете, я такой человек непостоянный. Вот я не люблю что-то, вот знаете, вот одно прям. Мне всё время нужны изменения. Мне всё время что-то нужно разненькое. И вот фруктово-ягодная смесь мне понравилась тем, что здесь, смотрите, сколько. Шесть вкусов. Клубничка, яблочко, виноградик. То есть, захотела? Яблочко. Ела. А на двери. Ой, здесь в основном только зелёные и жёлтые. И однороденькое. Две. Три. Давайте попробую яблоко, да? Самое главное нам понять, отличаются ли вкусы. Яблочко я поняла. Но я могу положить обратно, потому что кроме меня, походу, никто это больше из них не будет. Хотя мало ли. Жёлтенькое вкусное. Другого вкуса. Вот это они класс, молодцы. Да. Ну и что, всё? Ну, короче, девочки. Нарисовано у нас тут. Вот я невнимательная. Тут три вкуса нарисовано. Яблоко, лимон и клубника. А то, что рядом, это вот желе. Желек, клубника вот такая, яблоко вот такое, лимон вот бесцветный. Короче, вот эти мармеладки вкусные, мне нравятся. Важный ещё состав. Вообще, детям можно мармеладки давать. Но, смотря какой состав. Состав, состав сахар, патока, так, лимон, цитрусовый регулятор кислотности, ароматизаторы. Ну, вроде бы нет никаких Е, и вот ничего такого страшного не написано. Возможно, вот такое можно моему малышу вообще давать. Потому что мармелад делается вроде бы как из фруктов, там, соков натуральных. Из натуральных соков. И это вроде бы можно детям. Моя мама читала где-то. Запьём. Ммм, как мне с вами нравится. Пробовать вкусняшку. Так, давайте попробуем следующую вкусняшку. Вот так она выглядит. Это то, что я ещё не пробовала. Вкус чизкейк с персиком. Такие конфеты. Ну, давайте. Очень люблю, когда пачки открываются легко. И ненавижу, когда пачки открываются. Трудно. Вот. Это легко открывается. Неиспортно, для впечатления. Ммм, пахнет. Так. Такая вот она шоколадная. Ммм. Ммм. Ну, вкусно. Нежно, вкусно. Достойные конфетки. Но не скажу, что это мой любимый десерт. Ну, просто по факту. То есть, из всего, что я сейчас вот попробовала, да. Я по второй раз, может быть, только мармеладку купила. А то, что я беру постоянно, это вот. Это уже мой десерт. Это супер-пупер, мне нравится. Вкусно. Но у нас ещё есть вкусняшки. Пробуем дальше. Запьём. Что у нас дальше. Вот такие вот какие-то вкусняшки. Рецепт отличного настроения. 100% наслаждения. Это печенье. Кондитерской глазури. Дрожжи. Попробуем. Они вот такие кругленькие, разных размеров, чёрненькие. Внутри печенье, да. Кругленькое. Разделённое на две половинки, как видите. Видишь, половинка у меня. Видишь? Видишь, половинка у меня тут. Ну, вкусненько. Что-то в этом есть, на самом деле. Мне очень нравились, когда-то первый раз я попробовала грибочки. Они в пятёрочке продавались или где-то. Вот я на них подсела. Но они разные есть. Вот одни мне нравятся, другие не очень нравятся грибочки. Но это вот похоже. Шоколад прям на жаре сразу дает. Это не кайф. Мое чувство, я поправлюсь. М-м-м. О-о-о. Я уже обделась. Нет, с учётом того, что я штук 10 в мяфле и съела перед этим. Так, осталось у меня два десертика. Это картошка, которую... Ой. Картошка, которую мне давно советовали попробовать. Но я не любитель, на самом деле, картошки. Я очень люблю колбаску. Она делается практически из тех же ингредиентов, что и картошка, только может быть масло. Масло можно туда не добавлять. Короче, всё-всё добавляется, что в картошку и масло. И в холодильнике она. И вот её тоненько резать, и она приметает во рту. Вот именно что на масляной основе сливочной. Но я попробую сейчас. И вот я что-то новое нашла. Что-то оно меня привлекло, я не поняла, что это. Даже толком не написано, что это. А, вот конфеты с комбинированным корпусом, с глаз... с глаз... с глазированным донышком. Давайте вот это попробуем. Каждая конфетка упакованная в виде какой-то... в виде какой-то... в виде какой-то дырушки. Зайка. Белый зайка, с другой стороны у нас шоколад. Укусим. Вы знаете, что-то непонятное. Совершенно. Молоко сгущённое. Может, как-то загустили. Превратили в какое-то такое желе. Не желе, а... Короче, это точно не мой десерт. Долго жующаяся конфетка. Вы знаете, конечно, у всех в десертах и вкусняшках и вкусы у всех, конечно, разные. Поэтому ничего отвратительного прям тут вот нету, да, чтобы я сказала, ой, не пробуйте это ни в коем случае. Нет, оно всё классное, достойное. Просто у каждого свои вкусовые предпочтения. О! Я открыла картошку. Здесь пустая картошка. Девочки. У меня пустая. Она, главное, пустая и запечатанная. Не, вы прикиньте, она запечатанная. Мне положили пустую картошку. Это обман! Фикс-прайз, ну, я рада, что ты делаешь мои видео очень весёлыми. Точнее, может, не Фикс-прайз даже, а кондитер-профи. Ну, ты просто как профи. Положил мне пустую. Кто-то мне писал и говорил, что картошка такая супервкусная, попробуй! Вот она идёт ко мне в рот. Нет. Сразу говорю, вообще сразу не моё. От одного привкуса даже. Привкус просто... Вот знаете, как... В кондитерских вот этих вот массовых таких делают вот иногда картошку. Нет, вообще не мой десерт. Именно этот. Я картошку брала где-то, она вкусненькая, нежная. Я сама могу сделать очень вкусную картошку. Но здесь есть такие привкусы, вкусы, которые вообще не мои. Которые мне совершенно не нравятся. Простите, если кого-то разочаровало. Ну, что могу сказать, что из всего попробовано на сегодняшний день моими фаворитами остаются также мясли. Та-да-да-дам! И также родные просторы. Та-да-дам! И чай Тес с чабрецом и цедрой лимона. Па-бам-бам! Вот. Всё остальное я была очень приятно попробовать. Вот такие печеньки, конечно, они действительно, ну, хорошие. может быть, даже я их и буду брать на утро, когда сяду на диету. Сейчас просто хочется что-то по калорийнее, знаете. Вот. Ну, и всё. Я вся в вкусняшках. Я вся в вкусняшках. Была рада с вами провести этот вечер вкусный. Надеюсь, моё видео было полезным и интересным для вас. Вы нашли что-то для себя вкусненькое, чтобы обязательно попробовали. Пишите свои отзывы мне в Инстаграм. Инстаграм оставлю здесь. Ставьте лайки, если понравилось моё видео. А я с вами прощаюсь. До следующего. Пока-пока. Му-у-у!